Я бы не сказал, что я отношусь к ней как к другу, скорее как к женщине. Конечно, они привлекают внимание, потому что их мало. Хороший слой крема, наверное, праздничного на торт. Как зубная щетка, элемент гигиены. Очень характерный тендер, который сразу узнается. Это добавляет вот красивую зиму. Они всегда неразлучны, неразрывно слиты в поцелуи. И она прячется за его руками, как будто ее и нет вовсе. Но именно ее роль главная в этом дуэте. Он музыкант, харпер. Она – губная гармоника. Звук гармошки задевает какие-то струны, может быть, именно в наших соотечественниках. Потому что это что-то такое баянное, что-то такое родное. Еще 200 лет назад гармоника вообще не была инструментом. Она была всего лишь камертоном и помогала настраивать скрипки. Изобретателем был немец Христиан Бушман. Гармошка состоит из самого корпуса. Вот это пластмасса. Там находятся внутри латунные язычки, которые прикреплены к корпусу, будем говорить так, шурупчиками. И вот накладка, которая создает именно акустическое настроение гармошки. От соприкосновения с губами латунные язычки ржавеют. Поэтому если гармошка расстроилась, то лучше купить новую. Тем более, что гармоника – один из самых дешевых инструментов. Ну, вот самый простой – 150 рублей. Самый простой такой, ну, с неплохим звуком, как выяснилось. Ну, музыкальный инструмент лучше покупать не дешевле, где-то 700 рублей, я думаю. Гармошки различаются не только по цене, но и по сложности устройства. Самая простая – диатоническая. Необходимый набор нот уже заложен изначально. Там просто невозможно ошибиться. В основном, получается, две с половиной октавы. Суть диатонической гармошки в том, что она настроена всего лишь в одной определенной тональности. Соль-мажор, до-мажор, ля-мажор. Такие простые тональности, и поэтому простые гармошки. А это мелодика аккордеонная, обычная. Просто выдувается воздух и играется мелодия. Мелодики, мелодичные гармошки – это такие двухрядки. На них играют кантри в основном. Есть еще маленькие гармошки – это пикколо, то есть очень высокий звук. Есть еще огромные гармошки – это оркестровые гармошки. И есть еще гармошки хроматические – это с клапаном. Клапан – не просто навороченная примочка, а необходимый элемент более сложных гармошек. Например, хроматических. Маленький такой вот синтезатор карманный. Обратите внимание, кнопка есть сбоку. Этим она, собственно, отличается конструктивно от многих других видов гармоник. То, что у меня, как бы, предназначено для любого типа музыки. Здесь можно играть, в общем, все ноты, которые существуют на рояле. Традиционные стили для губной гармошки народны – это джаз, блюз и кантри. Но сегодня этот инструмент – поле для самых смелых экспериментов. Он далеко не универсальный и очень сложный именно в некоторых стилях. Вот эти вот стили – блюз, джаз, рок-н-ролл, кантри, все, что выходит из этой изнародной американской музыки, такой, под все это прекрасно подходит. Блюзи, наверное, будут использоваться все стили, потому что там ее очень много. А в металле, я, наверное, думаю, она вряд ли будет делать бенды. Скорее всего, это будет простая какая-то мелодическая такая, ну, простой мелодический ход там. Там она будет смотреться, ну, глупо просто, как несоответствие материала инструменту. А если какая-то легкая, тяжелая музыка, там, ну, сейчас Сатрианин, например, играл очень часто на губной гармошке в своих вещах, там, ну, не очень легких, скажем так, и очень гармонично звучит. У меня очень много любимых стилей. Дело в том, что инструмент у меня очень сложный и практически не существует во многих стилях, всех, которые мне нравятся, поэтому очень много приходится изобретать самому. Я играю в группе «Паровоз до Кубы». Стиль очень странный. Мы первооткрыватели фрик, хиппи, раста, панк музыки. Губная гармошка, в моем понимании, солирующий инструмент. Я на нем солирую, а гитара исполняет функцию ритма. В отличие от группы «Паровоз до Кубы», музыканты коллектива с загадочным названием «Почти Володя» «Ответит, как, о чем не спроси, но разве это нужно тебе?» Может, Петя представить себе группу «Паровоз до Кубы»? Некоторые песни, мне кажется, с губной гармошкой будут слушаться намного интереснее. Может ли губная гармошка стать совершенно независимым, полноправным инструментом? Как выяснилось, может. Если окажется в надежных руках и губах профессионального харпера Максима Некрасова. Для него в Санкт-Петербургском университете культуры даже создали отдельный класс губной гармоники. Максим использует очень много приборов, очень много техники, которые преобразуют звук губной гармошки. И порой в некоторых вещах абсолютно не узнать губную гармошку. У меня все-таки сольный инструмент, то, где можно играть мелодии, где можно играть, солировать с оркестром. Допустим, я вот играл с оркестром и он чилистом в Санкт-Петербург был. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. На первый взгляд инструмент довольно прост, но в игре на нем есть свои приемы. Есть вибратор, когда звук понижается в быстром темпе вверх-вниз. А есть тремоло, когда звук меняется по громкости. То есть... Тремоло — это когда играешь на гармошке очень часто. Или вот такой эффект. То есть в основном входит голова исполнителя, либо гармошка. То есть с одного отверстия на другое перескакивает. Та же самая нота, но уже с бэндом. Допустим, произведение без бэнда. То есть это или... Рука вот эта. Зажимается в одной руке, и вторая рука регулирует как бы струю. То есть больше-меньше. Наоборот. Вот эта подставка под губную гармонику, куда вставляют гармошку, чтобы играть без помощи рук. Так, она надевается, она очень просто. Это, ну, немножко доработанная система. Я тут что-то перепаивал. Именно под себя подстраивается она. Вставляется вот так, губная гармоника. И вперед. У меня есть один знакомый, который гиртуозно владеет техникой игры без рук. У меня лишь жалкое подобие, как бы, ну... Можно еще вертикально взять. Не, вот это, кстати, очень сложная техника. Не рекомендую. Удивительно, но подавляющее число харперов – мужчины. Некоторые целуют гармонику чаще, чем своих подруг. Кто играет на губной гармошке, считаются лучшими людьми, которые умеют целоваться. Это не я сказал, это написано в каких-то умных книгах. Ну, я вообще это хорошо делаю. Я стал заниматься на гармошке, честно говоря, почему-то стал меньше целоваться. Даже не знаю, почему какая-то взаимосвязь. У меня один раз от длительных заниманий, занятий выскочила какая-то опухоль на губе. Честно говоря, я где-то неделю вообще вышел из строя, прямо не мог играть, да. Это как при освоении любого инструмента. Вначале, да, губы трескаются, а потом они становятся более... Ну, привыкают. Не знаю, я как-то, ну, лишен, наверное, этих условностей всех. То есть все равно, там, горло больное, не больное, там, губы, зубы, все это вместе. Есть гармошка, есть, собственно, вдох-выдох и все, поехали. Можно сказать, что инструмент — это всего лишь предмет. Но для этих музыкантов гармошка — живое существо со своим характером. Желтый. Желтый характер. Желтый цвет веселый, но, наверное, веселый. Я ему не сказал, что губная гармошка — позитивный инструмент. Я пытаюсь использовать ее часто как позитивный инструмент. Но в основном это для... ну, добавляет грусти, так сказать. Так что это очень грустный инструмент. Это характер маленького, очень самостоятельного ребенка, который, может быть, заблудился в большом мегаполисе. Все это очень интересно и впитывается, и преломляется через инструмент, пропускается через него. И становится, как бы, новой музыкой, актуальной то, чем, в общем-то, люди дышат. Если человек импровизирует, то, в принципе, это навряд ли делает он. Это делает, как бы, свыше. И вот я, когда импровизирую, я считаю, что я все-таки теряю само себя. И что-то проходит через меня. И что-то проходит через него. Субтитры создавал DimaTorzok